Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Эрсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, девочки, мальчики, все читаем. Давайте сегодня посмотрим, меня просили, я все читаю. И вот расклад по заявкам, пауза или конец. Давайте посмотрим, что у вас сейчас в отношениях. Понятно, что у вас непонятно, что в отношениях, потому что если было бы все хорошо, вы бы не смотрели расклад, пауза или конец. Я хочу просто посмотреть, в каких вы энергиях, да какие энергии сейчас между вами, либо может быть кто-то там еще в ваших отношениях есть. Поэтому давайте посмотрим, ну и как раз таки мини-сигнификация будет, и вы поймете, ваш это расклад или не ваш. Если не ваш, соответственно, да, выключаем дурак. Так, кто-то мог поступить не очень хорошо, да, так скажем, по дураку. Какая-то такая выходка была. Здесь карта скачет, паш мячей. Да, здесь какая-то ситуация была не очень красивая, не очень, знаете, такая взрослая, я бы даже сказала. Итак, давайте посмотрим, такая вот красивая рубашечка у нас сегодня. Давайте посмотрим, что сейчас в отношениях между вами. Качели какие-то у вас сейчас в отношениях. И вообще, в принципе, может по двойке Пентакли, да, такие качельные очень отношения. Шаг вперед, два назад. Какой-то стабильности по двойке Пентакли, да, здесь просто, это не про стабильность карты, это наоборот, вот эти вот какие-то качели, да, между вами. Так, итак, что сейчас между вами? Кармическая ситуация. Здесь между вами какая-то кармическая ситуация. Ух ты, боже. Слушайте, сейчас у вас какая-то ситуация такая очень интересная, потому что очень много старших арканов. Ситуация, когда на сегодняшний день у вас идет глобальная трансформация ваших отношений. Здесь дьявол, здесь у вас отношения тяжелые, созависимые, да, такая страсть, но очень болезненные, да, то есть могут быть привязки, знаете, такой вот интим, которого никогда не было. Да, вот вы вроде бы умом понимаете, что человек не ваш, а вас все равно тянет к этому человеку, не можете. Там, к примеру, вы ссоритесь и говорите, я с ним не буду, я не хочу, и все. Проходит время, вы опять, да, вас вот в это же болото затягивает, да, затягивает. Но это ситуация кармическая. Здесь вы не просто так встретились, да, здесь и суд, и дьявол, и смерть. Здесь люди встретились для прохождения каких-то уроков. Вполне возможно, что это даже привет из прошлой жизни, да, но это не тот расклад. Просто здесь у вас какая-то завязка идет. Здесь именно, да, ваши души договорились перед этим воплощением пройти какой-то совместный урок. Вы друг для друга, вы друг другу нужны. Вот сейчас, если говорить одним словом, у вас здесь карта семьи. То есть вы могли быть семьей, да, какие-то длительные у вас отношения, либо тут чья-то семья вмешивается в ваши отношения. На данный момент карта смерти – это карта трансформации. Причем, скорее всего, да, и дьявол здесь, и карта страшного суда достаточно такая ситуация болезненная, да. Отношения в том виде, в котором они были, они уже не будут. Карта смерти, да, это перерождение, это трансформация. Ну вот во что трансформируется, мы с вами посмотрим в конце, да, все-таки пауза или конец, потому что это может быть как и смерть, и все, и конец отношениям, да, и их больше не будет. А также может быть трансформация во что-то новое, во что-то другое. Поэтому мы здесь посмотрим. Вы сейчас здесь идете в роли королевы кубков, да, вы можете быть действительно такой водной стихией, либо прямо сейчас в таких энергиях притянулись на расклад. Вот такая королева кубков. Вы очень интуитивный человек. Расклад общий, поэтому именно к знаку зодиака я здесь не привязываю. Вот, просто вы вот на момент просмотра этого расклада, возможно, сидите дома, карты, да, семьи, может быть, в семейном кругу, а может быть, просто дома легли на диван, да, в кубковой энергии попиваете, там, не знаю, кофе, к примеру, с карамельным сиропом, да, и меня слушаете. Такая ситуация у вас может быть. А может быть, просто хорошо провели день. Здесь у кого-то, да, может быть, такой какой-то семейный день. Еще карта башни. Смотрите, у вас одни старшие арканы. Мало того, что у вас кармические какие-то отношения с этим человеком, так еще и такой очень значимый глобальный процессы сейчас идут. Самое, что интересно, да, глобальные процессы во всем мире сейчас идут. Все старое отмирает, даже если говорить про королеву, да, целая эпоха здесь закончилась. Такая же какая-то, да, ситуация сейчас и у вас в жизни. То есть какая-то эпоха у вас здесь сейчас завершается. Очень важная, важная такая глава в вашей жизни здесь разрушена была. Вот, поэтому что у вас здесь в отношении, здесь не то, что пауза или конец. Здесь, скорее всего, был конец. По карте башни, к башне, смерть, да, здесь такая вот достаточно болезненная. И, может быть, по карте башни как-то внезапно, да, все разрушилось. Как-то либо вы там внезапно все разрушили, либо человек здесь все внезапно разрушил. Вот здесь какая-то императрица лезет у меня. Поэтому здесь в отношениях вы не одни, да. Здесь вот королева кубковой карты императрицы. Это может быть классический треугольник, это может быть не классический треугольник, да, когда там чья-то мама, к примеру, лезет в отношения, либо чьи-то родственники, да. Возможно, взрослые дети не хотят, чтобы папа или мама были счастливы. Здесь такая ситуация. Сестры, к примеру, да, бывают. Вот, потому что я здесь сейчас треугольника не вижу, так как у ваших отношений нет. Я просто вижу какое-то третье лицо в ваших отношениях, которое влияло на ваши отношения. Вот так вот. Поэтому давайте посмотрим. Если резонирует, смотрим дальше. Что ваш партнер, ваш загаданный партнер? Неважно, вы сейчас мужчина или женщина меня смотрит. Давайте посмотрим, что ваш загаданный партнер хочет. Да что ж, как видите, как карты летят. Боится очень. Он тут у нас боится очень весь, переживает. Ой, все, все, все. Здесь человек очень сильно переживает, боится. Очень, знаете, здесь такая ситуация. Он хотел быть магом. Он хотел как-то вырулить из этой ситуации. Он мог здесь говорить, там, пытаться, знаете, как это, обелить себя, да. Вот, эту десяточку мечей. И он сейчас ему плохо. Здесь реально человеку, я бы сказала, плохо. В десятке мечей, вот он находится, да. Вот этот в мече, вот этот у него в сердце здесь подбит его, его сердечная чакра, да. Здесь у человека обнажил он лицо. Здесь уже снялся свои маски. Он пытался как-то эту маску надеть, да. Он мог вам что-то говорить здесь. Он мог пытаться вырулить из этой ситуации. Ну, собственно говоря, маска была обнажена. То есть, да, сейчас он вот в переживании. Какие-то у него здесь внутренние его демоны присутствуют, да. Здесь человек в таком состоянии подавленности на данный момент, да. Верховная жрица здесь еще. Какие-то тайны у него могут быть. У кого-то это проиграется, ну, под магическим воздействием. Может быть, тоже человек там и маг выходил. Но опять-таки не у всех. Для кого не актуально, просто мимо ушей пропустите. Давайте посмотрим, что, да, ваш загаданный партнер от вас именно хочет. Что ваш загаданный партнер хочет от вас. Хочет от вас. Ну, что он здесь хочет. Во-первых, смотрите, какая красота. Что он хочет. Карта уже ответит, что он хочет. Любви, ласки и так далее и тому подобное, да, здесь. Ему хочется стабильности с вами. Здесь он у вас мечтает, да. Он мечтает как-то. Вы такая по карте звезда, может быть, где-то недостижимая, непостижимая ему. Ему и хочется и колется. Вы такая холодная, далекая от него, да. А ему вот чего хочется здесь на цветке лотоса, да. Всякие непотребства делать с вами. Девочки, не злитесь. Это просто, да, такой тонкий юмор. Ему хочется любви, да. Ему хочется вас тискать, щупать, обнимать. Всякие позы разные принимать, да. То есть вот ему так хочется. И ноги на уши там закрутить. Такая интересная очень колода говорящая, да. Ему, во-первых, ему, вашему человеку, очень важно, вы мужчина или женщина, вашему партнёру как-то очень важно доказать свою значимость. Чтобы вы как-то, знаете, делали первые шаги. И, возможно, он хочет, чтобы вы проявлялись, вы звонили, да. Может быть, раньше вы так делали, и он какую-то старую модель поведения, к примеру, да, играет. Здесь просто человеку он говорит. Она такая крутая. Она по карте звезда такая вся, знаете, звёздная, да. Кстати говоря, вы можете действительно где-то работать и, к примеру, в своей сфере быть звездой, да. К примеру, там, хороший ногтевой мастер или парикмахер, или, там, не знаю, врач, да. То есть такой вот человек может быть. Действительно, может, блогер, да, по карте звезда. Вы там блогер и в своих кругах очень известны. Но ему хочется, знаете, я говорю, 10 человеку хочется что-то вам доказать. Что я, к примеру, могу без тебя. Вот ты такая холодная, там, недоступная. Вот оставайся такой, да. На самом деле ему здесь хочется, чтобы вы как-то, ну, проявились, да. Чтобы вот вы ему доказали, что он вам нужен. Потому что у него, да, потому что он маг у нас. Ну, что вы говорите. Ещё верховный жрица здесь. Он у нас маг и верховный жрица, да, в одном флаконе. Поэтому такой, кстати говоря, здесь человек хороший, да, такой вот обладает. Интуиции. И у него очень хорошо развита сила мысли. Здесь человек может даже на вас влиять. Не хочет он вас отпускать. Кстати говоря, я сегодня делала расклад. Ритуал, когда с кем вы обретёте своё счастье. Вот по ходу делается мужчина оттуда. Потому что там столько негатива на свечах, да, отлилось. Вот. Поэтому здесь вот я не удивлюсь, что этот человек тоже как-то на вас ментально воздействует. Потому что он маг и верховный жрица у нас. Очень интуитивно. Его, кстати говоря, к вам на интуитивном уровне очень сильно тянет. Он может вас считывать. Ваше там душевное состояние, да, как-то ваши эмоции. То есть он вот, он подключен к вам, этот человек. И он здесь, понимаете, ему очень важно сейчас как-то, чтобы вы начали действовать, чтобы вы как-то проявились. Знаете, он такое ощущение, что хочет сам себе доказать, вот, и вам в том числе, да, вот смотри. Ты там, может, мне говорила, что без меня не сможешь, а вот не смогла. То есть, знаете, так-то, какое-то вот такое вот у него желание самоутвердиться. Потому что здесь человек, да, потому что он здесь у нас император. О, господи, что ты, боже, что мой. Все. Причем сам здесь идет по дьяволу. Ну, все здесь понятно. Здесь у него, он император, да, он, у него, он, знаете, как, я не могу здесь что-то делать, пускай делает она. Император же не, со своего олимпа не спускается. Про что это? Про то, что ему хотелось бы, чтобы вы делали какие-то шаги, а вы, скорее всего, здесь по этим картам ничего не делаете. Вы здесь, скорее всего, тоже заняли какую-то позицию выжидания, потому что, возможно, вам надоело, как что-то делать, да, или вы считаете, что мужчина должен делать какие-то первые шаги, да, может, это он там провинился, а теперь вы от него что-то ждете. Но факт остается фактом, да, что вот он, что от вас хочет, ждет от вас действий каких-то, потому что вот он император, да, потому что я вот сижу на своем льве здесь, у меня все хорошо, птички поют, цветы там цветут, да, а я вот император, я не могу сойти со своего олимпа. Здесь, как-то, знаете, у него чувство собственного достоинства, его эго как-то вот очень сильно раздуто. Рыцарь мечей, хотя вот он сам, да, вот колода сегодня что-то говорящая, карты выпадают, сам по рыцарю мечей, ну, вот здесь далеко не император, да, то есть вот он строит из себя императора, мага такой весь загадочный, по верховной жрице, да, может скрывать сейчас свою жизнь, там, заблокировать вас специально, да, но это опять-таки по магу, это будет такая, знаете, манипуляция. А посмотрю, что она будет делать, я ее заблокировал, вот и посмотрю, что будет дальше, да. Но это манипуляция. Здесь у него, говорю, здесь подбитое эго его, рыцарь мечей, обиды, подбитое эго, вот, знаете, как-то вот эти вот, я не знаю даже, как это назвать, дракон, не дракон, какой-то орел с рогами, в общем, вот эта вот штуковина, на которую он летит, да, вот ему важно, вот, понимаете, как-то вот тут самоутвердиться. Важно очень поднять свою самооценку. Вот если вы придете, он даже, кстати говоря, может не показать, да, что вот, ну, что пришла или там, что, ну, зачем мне пишешь, что какая-то, знаете, вот у него может быть очень прохладная реакция на это, да, но это будет вот его показной. Здесь обида, здесь обида, задетое эго, желание отомстить. Здесь, может быть, кстати говоря, человек младше вас, и может быть, кстати говоря, разного вероисповедания разных наций, но не у всех, опять-таки, да, проиграется. Здесь просто, может быть, эта карта говорит просто об обидах его. Но показывает императора, да, вот я такой император. Не подойди, не подойди. Давайте посмотрим. Пауза это или конец? Пауза это или конец? Ну, мне идёт, что это пауза. Здесь история не закончена. Давайте посмотрим. Из потока прям, знаете, здесь это пауза. Ну, давайте посмотрим, что нам скажут наши карты Таро сегодня. Это пауза или конец? Это пауза или конец? Иерафант. Колесо. Справедливо... О, боже ж ты мой. Всё, садись старший аркан. Император пошёл. Башня. Здесь рыцарь кубков, влюблённый, дурак. Не, это не конец. Слушайте, у вас одни старшие арканы. Здесь прям какое-то у вас такие отношения очень значимые. И здесь не закон. Колесница. Нет, здесь, посмотрите, дурак. Смотрите, ста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Из девяти карт восемь старших арканов. Давно у меня такого не было. Здесь будет возврат. Восьмёрка кубков. Это карта возврата. Карта солнца. Это прояснение. Опять старший аркан у нас, да. Здесь нет. Здесь будет возврат. Здесь будет вам высшие силы. Дадут шестёрка мечей. Звезда. Здесь, да. Здесь будет... Здесь это не конец. Это не точка. Здесь ещё дьявол. Однозначно. Это девятка. Здесь нет. Здесь это пауза. Однозначно. Я говорю, что сразу из потока пошло, что это будет пауза. Поэтому здесь карты, да. Но отношения негармоничные, нестабильные. Вот эти качели вернутся здесь. Так, ещё и карта силы, да, выпала. Здесь... Нет, здесь это пауза. Давайте посмотрим, будут ли от этого человека какие-то действия. Будут ли от этого человека какие-то действия. Потому что очень значимые отношения здесь. Прям очень, прям очень много старших арканов. Прям всю колоду вы собрали у меня. Будут ли от вашего загаданного человека действия. Будет ли он как-то действовать. Вот он сейчас ждёт, сидит по императору, да. Ждёт от вас действий. Скорее всего, он здесь ничего не дождётся. Будут ли от него какие-то действия. Повешенный королева кубка. Ждёт от вас. Да, ждёт действий от вас. Пока будет здесь ждать действий от вас. Будет, знаете, наблюдать за вами. Здесь вот как-то в состоянии жертвы он будет пребывать. Вот она не действует, и я действовать не буду. Мне одиноко, а ей там хорошо. А потом карта мира. Нет, он, да, здесь он будет... Ещё и карта суда. Вы посмотрите, что он по тузу мечей, да. Здесь он сейчас посидит в обороне в какой-то. Он будет ждать действий от вас. Вы должны будете действовать. А потом он примчится со своей обидой. Здесь он может примчаться на своём вот этом, вот я не знаю, орёл какой-то здесь с рогами. Да. Здесь вот у него будут действия. Он может прийти. По этой карте он может начать высказывать там, а что ты мне не пишешь, а что ты мне не звонишь, да. А вот и такая сякая. То есть здесь может начинать нападать на вас. То есть вот какая-то такая ситуация. Ну, потому что ему тяжело без вас. Ему тяжело. Он здесь наблюдает за вами, следит. Нет, здесь будет. Здесь будут действия. Ещё и маг. Ну, всё, здесь, да. Здесь точно будут от него действия, но не сейчас. С карты говорят, что сейчас он будет висеть, сейчас он будет здесь ждать каких-то действий от вас ещё какое-то время. Потом он поймёт, что ничего, он здесь не дождётся от вас. Иначе... Да, туз кубков. Да, здесь будет действовать. Здесь будет действовать. Так что, отвечая на вопрос, расклад, точка или пауза, здесь определённая пауза. А как, давайте, что вам надо делать? Стоит ли вам всё-таки вот писать, да, вот вы сейчас сидите, не пишите. Стоит ли вот вам дальше так себя вести? Либо что-то делать. Как вам себя вести? Как вам себя вести? Ой, слушайте, ходите, развлекайтесь своей жизнью. Да, здесь, понимаете, здесь своей жизнью занимаетесь. Даже, знаете, как это здесь даже говорят, вот просто не ждите его. Пускай он там сидит, пускай он там объезжается. Вы можете здесь даже на свидание сходить. Это не значит, что вы там пойдёте на свидание, да, вам надо в какие-то отношения и так далее, и тому подобное. На свидание можно сходить с подругой, с другим мужчиной. Здесь каким-то можете сходить. Это ни к чему не обязывает, да, вы просто сходили, просто хорошо, к примеру, провели время и разошлись, да. Это может быть какой-то друг ваш, не обязательно какой-то любовный. Здесь просто какой-то мужчина идёт, и вот вам предлагают как-то вот пока переключиться на этого мужчину. Это, говорю, либо друг, либо, может, ваш сын какой-то. Не вижу здесь, чтобы это была как бы сейчас любовная тематика, но, тем не менее, да, вот здесь вот вы займитесь своей жизнью. Здесь как-то, понимаете, здесь не ждите его. Вот не сидите прям, не ждите. Вам здесь говорят, не надо ждать у моря погоды, да. Занимайтесь, там, саморазвитием, не знаю, детьми, занимайтесь, вот, ходите, там, встречайтесь с кем-то, с подругами, с друзьями, тройка кубков, девятка кубков. Вот здесь такие карты, понимаете, здесь не сидите, не смотрите на телефон, не ждите, пока он там разродится, да, и вам напишет. Нет, здесь вот просто, знаете, возвращайте себе себя. К примеру, там, вы раньше бегали, там, не знаю, в какие-то музеи ходили, да, хобби какое-то у вас было, там, чем-то вы занимались. Вот здесь то же самое, не концентрируйтесь на нем, он не пуп земли, да, этот человек ваш, то есть вот у вас жизнь не должна крутиться вокруг него, ваша жизнь должна крутиться вокруг вас. А он потом посидит, придет, то есть вот об этом был совет, вот такой вот вам дали совет высшей силы. Девочки и мальчики, я вас всех люблю, всех целую и до новых встреч.